Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшней нашей встречи – «Глобальный юг» и «Брикс». И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений мировой политики и дипломатии Института международных отношений и истории и Востоковедния Казанского федерального университета Пеньковцев Роман Владимирович. Роман Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, Растам Наримович! Хотелось бы сегодня нашу встречу начать с обсуждения нового складывающего мирового порядка. Сейчас говорят, что это такой мегатренд, изменение современных международных отношений, полицентричность, многополярность современных международных отношений. Вот на ваш взгляд, когда начался этот переход к новому мировому порядку? И вообще концепция многополярности, она вам кажется релевантной для описания современных процессов? Ну, вообще, если говорить о формировании многополярности, то, наверное, будет уместнее сказать, что вообще феномен многополярности, он вытекает из-за проблемы разрушения классической биполярной системы, которая была сформирована после Второй мировой войны. Как мы с вами понимаем, два этих полюса, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз, они очень долго выстраивали систему координат, в которой каждому из этих полюсов было место. И, соответственно, группы стран мирового масштаба распределялись по этим полюсам и пытались тоже балансировать, выстраивая уже, в свою очередь, свои более локальные интересы. Но ввиду того, что система была разрушена и исчез с политической карты Советский Союз, естественно, не могли не произойти глобальные перемены в мироустройстве. И первая такая перемена была связана с тем, что Соединенные Штаты в 90-е годы, почуя свое объективное лидерство, попытались его навязать всему мировому, так сказать, моревой системе. И, собственно говоря, мы видели, что конец 80-х, начало 90-х годов, они, проходя под диктовку Соединенных Штатов, делали возможным и формировали иллюзию того, что модель будет монополярной, то есть однополярной, где Соединенные Штаты станут ведущим актором и позволят им выруливать всю мировую систему. Но уже спустя где-то лет 10, то есть в начале 21 века, стало понятно, что такая система устраивает далеко не всех. И, собственно говоря, целый ряд событий, которые происходили в начале 21 века, мы их можем перечислить, в конце 20 века это стал Югославский кризис, затем были события, связанные с Иракским кризисом, ситуация в Афганистане. Вот эта совокупность проблем, она сделала, ну скажем так, невозможным формирование однополярности. Целый ряд стран, включая такие ведущие страны, как Китайская Народная Республика, Российская Федерация, но даже не только эти страны, но и страны, которые традиционно были, ну как бы так, партнерами-союзниками Соединенных Штатов, такие как и Франция, Германия, они в начале 21 века заявили, что одностороннее доминирование США нежелательно. И вот в контексте этих событий начинается поиск другого пути в мировом развитии, который мы характеризуем как многополярность. Если говорить о Российской Федерации, то у Российской Федерации этот вектор был четко выражен, и были концепции сформированы под эту многополярность. Но одним из таких теоретиков, да и собственных практиков, стал министр иностранных дел Российской Федерации Евгений Максимович Примаков, который еще в конце 1990-х годов высказался о возможности формирования новых центров, да, он видел в качестве центров, по крайней мере, Индию, Китайскую Народную Республику и Российскую Федерацию. Вот этот треугольник, который назывался треугольником Примакова, он уже содержал в себе элементы вот этой многополярности. В дальнейшем, все это, эта идея в Российской Федерации утвердилась и в политическом контексте, и в теоретическом контексте. Ну и в этом смысле, конечно, самым ярким событием стала мюнхенская речь президента Владимира Путина, от которой, собственно говоря, понятие о том, что для России представляет многополярность, было четко охарактеризовано. И, собственно говоря, наверное, с этого момента российская точка зрения о многополярности, она вошла в общемировую практику. И вот, наверное, когда сегодня говорят о том, что такое многополярность, в первую очередь, подразумевают вот те формулировки, которые были даны впервые в мюнхенской речи президента Путина. Ну и в дальнейшем, наверное, были реализованы целый ряд практических шагов. Прежде всего, когда мы говорим о международных отношениях, о коммуникациях, о взаимодействии, мы понимаем, что они носят государство центричный характер. И есть целый ряд крупных государств, которые, собственно, эти взаимоотношения и выстраивают между собой. Причем мы здесь можем говорить, что они носят мирный характер или, допустим, более враждебные, являются оппонентами, менее, более интенсивные в разных сферах, экономических, политических, культурных. И, конечно же, взаимоотношения государств предполагают создание межгосударственных организаций. И мы знаем, что 20 век, особенно вторая его половина, она наполнена вот как раз взаимодействием государств в рамках вот этих новых акторов международных отношений. И вот сейчас 21 век, естественно, не является исключением. И, переходя к основной теме нашего разговора, все-таки, как вы оцениваете роль БРИКС в современных международных отношениях и в межгосударственных современных международных отношениях? Я абсолютно согласен, то, что появление международных организаций, как межправительственных, так и неправительственных, это основной тренд второй половины 20 века, 21 века. Ну, действительно, вот та классическая схема, когда в качестве единственного актора выступали государства, она сегодня уже не действует. То есть это уже исторический разрез 19-го, 18-го и более ранних периодов времени. Сегодня мы видим на международной арене многообразие акторов, и среди этих акторов, конечно, организации играют одну из ведущих ролей. Ну, правда, наряду, опять же, с государством, потому что нельзя говорить о том, что как государство окончательно ушли на второй план, и только организации действуют, так и нельзя говорить, что обратная тенденция возникла. Поэтому, в принципе, сегодня, наверное, справедливо сказать, что два ведущих актора, наверное, это государство по-прежнему и в совокупности с их участием в различных организациях. Поэтому, да, действительно, международные организации играют огромную роль. Если говорить о том, какие функции решают международные организации в целом, то, наверное, они, в принципе, закрывают те аспекты сотрудничества, которые невозможно реализовать на двухсторонней основе. Потому что, все-таки, если мы берем практику, ну, скажем, классическую, межгосударственную, то эта практика, ну, скажем так, ориентирована либо на двухсторонний характер отношений, да, то есть два государства договариваются, ну, либо это, может быть, какая-то сложная практика, которую мы можем назвать там практика нескольких участников, многосторонних участников, но все равно эта практика достаточно ограниченная количеством увлеченных в нее сторон. В этом смысле международные организации, они позволяют действовать более широко, привлекать большее количество участников, вот, и таким образом, вот, возникает вот это международное кооперирование, сотрудничество, за счет которого решается целый ряд проблем. И в данном случае, вот, ярким примером действительно является организация BRICS, вот, мы понимаем, да, что эта организация, сформированная в 2006 году, это, собственно говоря, вот, во многом попытка пересмотреть систему международных отношений, при которых доминирует один лидер, да, то есть Соединенные Штаты, ну, или в крайнем случае, можно сказать, что, ну, как бы так, скажем, доминирует группа западных государств, вот, и, естественно, когда мы говорим о том, почему и для чего формировалась BRICS, она формировалась именно для того, чтобы опровергнуть такой подход, да, и сказать о том, что помимо Соединенных Штатов есть другие полюсы, другие центры, да, которые имеют собственные амбиции, имеют собственные потенциалы, вот, и с другой стороны, в этих же самых государств есть возможность договариваться через новообразованную структуру, которая не представлена уже западом, то есть это структура, которую можно назвать структурой нового востока, глобального юга, то есть, ну, по-разному встречается терминология, но смысл такой, да, что все-таки эта организация явно не западного типа, да, здесь в основном государства не западные, и, таким образом, вот, за счет такой ситуации, та модель, которую мы характеризуем как многополярная модель, она за счет деятельности BRICS реализуется, собственно говоря, в практическую плоскость. Вот, исходя из того, что вы сказали, Армел Владимирович, все-таки достаточно кристально чисто вырисовывается характер BRICS в качестве альтернативы предыдущему однополярному моменту, в предыдущей части мирового порядка, одновременно с этим, ну, тренд современных международных отношений, безусловно, экономика, и они как-то решаются в рамках BRICS, ну, или происходит институциализация решения этих моментов и упрощение взаимоотношений как-то коллективных, да, в экономических вопросах. Но, скажите, вот, вы как эксперт по современным международным отношениям, вот, ведь вопросы безопасности, они являются фундаментальными, да, экзистенциальными. Вот, в рамках этих встреч вопросы безопасности, насколько часто они обсуждаются, в каком ключе, кто является инициатором, ну, и в какое направление все это дело движется? Ну, если привязываться именно к деятельности, связанной с деятельностью BRICS, то, если мы эволюционно посмотрим развитие этой структуры за последние десятилетия, да, в 2006-м она была образована, то есть скоро будет, собственно, уже и 20 лет, да, на рубеже, так сказать, мы находимся, приближаемся к этой дате. Вот за эти годы мы видим четкую эволюцию, да, первоначально BRICS сформировалась как структура, в первую очередь, позиционирующаяся как диалог в области экономики, финансов, решения каких-то, там, социально-экономических проблем, мировой практики. Ну, если мы просто посмотрим содержание саммитов, да, которые были на повестке дня, там, например, в конце первого десятилетия, так сказать, 21-го века, вот, мы увидим, что там в основном экономические вопросы, и действительно, ведь, когда BRICS задумывалась, как идея, никто не предполагал, насколько она будет эффективна, насколько она разовьется, да, то есть сначала была BRICS, потом была BRICS, то есть шло расширение потенциалов, возможностей сотрудничества, вот, но, еще раз говорю, вот, первые саммиты, если мы их посмотрим, да, то они в основном касались вопросов именно экономических, вот, но дело в том, что 21-й век, он, как бы, развивается достаточно хаотично, и, собственно говоря, когда мы сегодня рассматриваем систему международных отношений, мы говорим, что, да, международные отношения сегодня во многом хаотичны, есть яркие примеры кризисности международных отношений, и поэтому, естественно, когда мы говорим об этой ситуации, мы не можем не понимать, что BRICS, как структура успешная, она не будет охватывать все новые и новые аспекты сотрудничества. И вот, если мы смотрим уже, например, вторую половину второго десятилетия, то есть где-то 15-16 год Италия, мы действительно видим, что BRICS начинает охватывать все больше и больше вопрос, связанный с проблемой безопасности. Что это из себя представляет? Это, конечно, ответ на общую обстановку международную, напряженную обстановку, не будем скрывать, вот, и страны, которые представлены в BRICS, это группа ведущих стран сегодня, страны с мощным экономическим потенциалом, но в то же время это страны с огромным и политическим весом, политическим авторитетом, и, естественно, они не могут оставаться только в плоскости экономических переговоров в этих сложных условиях. Они все больше и больше в эту проблему, связанную с безопасностью, погружаются, вот, и действительно, наверное, мы можем сказать, что вот последние саммиты, проходившие, например, после 22-го года, они проблемы безопасности охватывают очень существенно, вот, и вот, если мы посмотрим даже заявления руководства России, связанных с деятельностью BRICS, то вот последние заявления и президента Путина, и министра страны дела Лаврова, они касаются именно того, что в рамках BRICS проблемы безопасности нужно рассматривать, и функция BRICS во многом тоже связана с тем, чтобы поддерживать мир, стабильность и, так сказать, порядок в мировой политике. Вот, Роман Владимирович, в течение 20-го века мы наблюдали так называемый процесс деколонизации, когда образовывалось огромное количество государств, которым, ну, будем говорить честно, приходилось инкорпорироваться, интегрироваться в сложившийся миропорядок, который был создан, ну, так скажем, государством посильнее. В связи с этим у нас, ну, произошло такое разделение по стратам таким на государство развитое, развивающееся, государство третьего мира, глобальный юг, что, собственно говоря, является темой нашего сегодняшнего разговора. Вот у меня в связи с этим два к вам вопроса. Первое. Какую роль играет BRICS в развитии стран третьего мира? И вообще вот эта концепция теоретического глобального юга, да, насколько она вам кажется вот релевантной, объясняющей причины, ну, неравномерного развития государств? Проблемы экономические, проблемы с безопасностью, о которых вы говорили. И, конечно же, ну, просто такие витальные, примордиальные, экзистенциальные проблемы, когда просто, ну, есть государства, в которых человеческая жизнь чрезвычайно низко стоит. Вот поэтому, как BRICS решает проблемы стран третьего мира? И сама эта концепция глобальный юг, что за концепция, и насколько она вам кажется релевантной? Ну, наверное, говоря о том, как проблемы конкретных стран и регионов BRICS решает, ну, на это, наверное, мы в рамках одной беседы ответить не сможем. Но вот если мы говорим именно в целом о том, как BRICS участвует в решении проблем глобального юга, то вот здесь можно порассуждать. Но мне кажется, здесь нужно начинать не с текущего периода времени, вообще тут вопрос терминологии, да, потому что, вот видите, мы с вами в беседе сейчас употребляем понятие глобальный юг. Это ведь понятие, совсем недавно вошедшее в научный оборот и в политический оборот, вот. Потому что то, что мы на сегодня называем глобальным югом, как бы чуть более ранние, так сказать, научные подходы, трактовали, как вы правильно уже сказали, как страны третьего мира, как развивающиеся страны. И сегодня, вот, чтобы, видимо, избегнуть каких-то, ну, может быть, в некотором смысле устаревших терминов, да, вот стал использоваться новый термин, вот этот самый глобальный юг. Вот, но, опять же, ведь глобальный юг, проблема глобального юга, она не появилась в 21 веке, да, она имеет свою основу еще в 20 веке, а некоторые проблемы уходят вообще в глубокую, так сказать, историю, там и в 19 век, когда еще формировались колониальные системы. Ну, вот, в чем, собственно, проблематика, да, ну, вот, 22-я половина 20 века, действительно, это важнейшим процессом являлся процесс доколонизации, вот. Проходил он, ну, скажем так, в определенном смысле шаблонизировано, то есть была схема разработанной организации объединенных наций, и согласно вот этой схеме народы Африки, Азии, там и ряд других регионов, они шли по пути обретения национального суверенитета. Вот, можно ли сказать, что во всех этих странах и регионах суверенитет был полностью обретен, да, так сказать, полная независимость от бывших метрополий, да, так сказать, возникла? Нет, нет, конечно, нет, и мы прекрасно понимаем, да, что те же самые африканские страны, даже получив независимость и став, там, так сказать, участниками организации объединенных наций, войдя в ее состав, да, они остались во многом зависимы от своих бывших метрополий, да. Как это выражается? Это выражается в том факте, что, например, ввиду слабости развития экономического развития африканских стран, группы, там, азиатских стран, да, они просто не могли выстроить свою экономику в полном объеме. Поэтому они опирались на те механизмы экономического сотрудничества, которые были выстроены еще в колониальную систему. И поэтому вот те метрополии, которые тоже не хотели терять свое влияние в регионах, да, так сказать, вот стран третьего мира, там, или в развивающих странах, они, естественно, подменяли классическую колониальную систему, опиравшуюся на, ну, скажем так, на силовом факторе, на военном факторе, подменяли экономическими факторами и выстраивали новый характер отношений с бывшими колониями, в результате чего вот эти бывшие колонии превратились в неоколонии. То есть возникла вместо классической колониальной зависимости неоколониальная зависимость, основанная на экономических факторах. То, о чем как раз Владимир Владимирович Путин говорил. Да, совершенно верно. И вот в этой связи мы понимаем, что вот это состояние неоколониальной зависимости, оно не ушло ни в конце 20 века, ни в начале 21 века, оно во многом сохраняется и в настоящий момент времени. И поэтому, если мы будем говорить именно о деятельности БРИКС, связанной с преодолением вот этого наследия, то нужно понимать, что сегодня страны Африки, некоторые страны Азии, они действительно переживают, как говорится, третий этап доколонизации. То есть, такой, как считается, завершающий этап. То, что не успели доделать в 20 веке, доделается в 21 веке. И вот здесь БРИКС, она позиционируется как структура, которая помогает странам, не полностью избавивающимся от этой колониальной модели, преодолеть ее. И вот, наверное, задача и функции БРИКС, они, может быть, и не состоят только в этом. Совершенно понятно, что у БРИКС многообразие различных направлений деятельности. Но в том числе, если примитно говорить к проблеме, связанной со странами вот этого глобального юга, это, безусловно, аспект, связанный с завершением процесса доколонизации, превращения вот этой группы стран в страны, ну, скажем так, свободные от влияния бывших митрополий, да и в целом от западного мира. БРИКС Ну, БРИКС еще структура институтализирующая, развивающаяся, и она глобальная. Глобальная структура подразумевает то, что частью этой структуры вовлечения будут осуществлять определенные страны регионов со всего земного шара. В этой связи хотелось бы, насколько это возможно, общее поговорить о регионах и перспективах государств, которые находятся в этих регионах, относительно присоединения БРИКС. Вот, Роман Владимирович, платиноамериканский регион, так скажем. Как дела в Латинской Америке обстоят у БРИКС, потому что есть государство с противоречивым на данный момент результатом. То есть, какую можно характеристику дать латиноамериканскому региону, его перспективам БРИКС, ну и настоящему моменту, соответственно. Конечно говоря о регионе Латинской Америки, Южной Америки, мы должны понимать, что все-таки традиционно этот регион был в большой зависимости от Соединенных Штатов Америки. И не будем скрывать, что, собственно говоря, на протяжении, наверное, лет 150 уже Соединенные Штаты декларируют и Латинскую Америку, и Южную Америку как зону собственной ответственности. То есть, там они считают, что именно Соединенные Штаты хозяева и вмешиваться другие, так сказать, участники в процессы, происходящие в Латинской Америке и Южной Америке не должны. Ну, для примера можно вспомнить доктрину Монро, которая была принята еще в начале 19 века, но, собственно говоря, никто сегодня не скажет, что Соединенные Штаты отказались от этой доктрины. Доктрина, которая была очень давно принята, она сегодня актуализирована. И поэтому Соединенные Штаты, конечно, когда речь заходит об этом регионе, они считают, что регион должен развиваться по той траектории, которую для нее определили Соединенные Штаты. Но проблема состоит в том, что Латинская Америка, Южная Америка — это достаточно непокорный регион. Если мы посмотрим на события XX века, то мы видим, что в различных частях этого региона возникают активнейшие сопротивления против американского влияния. Можно вспомнить и Кубинскую революцию, и в ряде других южноамериканских стран вспомнить события. И поэтому для этого бурлящего региона однозначного понимания Соединенных Штатов как некого хозяина и покровителя такой точки зрения нет. Если мы будем смотреть уже на события XXI века, то мы тоже видим, что целый ряд стран этого региона хотят большей самостоятельности и более самостоятельного вектора большой мировой политики, чем им отводится роль со стороны Соединенных Штатов. Например, Венесуэла. Уже долгие годы Венесуэла борется за то, чтобы выйти окончательно из зоны американского влияния. Это не единственный пример, потому что та же самая Куба уже с 50-х годов, подвергаясь различным форматам давления, все равно идет неким своим путем. Никто не скажет, что Соединенные Штаты смогли подавить ту точку зрения, которая была у Кубы, сформированные в 50-е годы. Но если именно приходить к вопросу, связанному с деятельностью БРИКС, то мы видим, что одна из южноамериканских стран является основателем этой структуры. Бразилия активнейший участник. Я думаю, ни у кого не возникает сомнений, что если бы не участие Бразилии в составе БРИКС, то мы бы, наверное, не получили такого результата, который сегодня имеет БРИКС с точки зрения эффективного развития. То есть Бразилия безусловный участник. Но, опять же, если мы смотрим на специфику этого региона, то мы увидим там пример совершенно иного толка. Во-первых, еще раз говорю, регион бурлящий, связанный с тем, что там имеет свойство быть такая ситуация, как смена, достаточно хаотичная смена правительств, партийных элит и так далее. Если мы возьмем пример ближайшего соседа Бразилии, Аргентины, то мы видим, что только за последние несколько лет курс Аргентины поменялся просто на полный, разворот на 180 градусов. То есть Аргентина, подав заявку на участие в БРИКС, с приходом нового правительства, аннулировала эту заявку и заявила, что вообще не видит смысла участия своей страны в этой структуре. Поэтому вот этот определенный политический хаос, который свойственен Латинской Америке, он отражается в том числе и на действии БРИКС в этом регионе. Ну, никто не может, например, предположить, что, например, в той же самой Аргентине спустя короткое время опять не изменится обстановка, и придет новое правительство, которое скажет, что нет, мы все-таки будем участвовать в БРИКС. То есть вот эта вот тенденция, она непредсказуема. Абсолютно, абсолютно. То есть тут любой расклад может быть. Но в то же время мы должны понимать, что латиноамериканские страны, они сегодня, ну, действительно находятся в достаточно сложной социально-экономической обстановке. И для них будет полезен тот партнер, и та группировка, они будут с той группировкой работать, с которой у них будут хорошие перспективы экономического роста. Вот БРИКС сегодня предлагает достаточно интересные инициативы, вот связанные с экономическим сотрудничеством, который действительно может быть привлекателен для стран Латинской Америки. И если все эти аспекты в деятельности БРИКС будут реализовываться успешно, то я думаю, что Латинская Америка с большим, так сказать, рвением будет участвовать в этих проектах, и будет количество стран-участниц, которые захотят из этого региона войти в БРИКС, увеличиваться. Что касается влияния США, то я думаю, что пока Соединенные Штаты будут иметь какое-то влияние, они, конечно, будут препятствовать тому, чтобы страны Латинской Америки, Южной Америки вовлекались в проекты, похожие на проект БРИКС или именно проект БРИКС. Ну, а может, то совершенно понятно, что чем больше эти страны будут вовлекаться в эти проекты, тем больше будет снижаться влияние США на этот регион. А вы как американист, когда мониторите риторику политических деятелей, различные документы, свидетельствующие, в каком направлении пойдет внешняя политика стратегии национальной безопасности, вы встречали, что БРИКС именно как организация вызывает определенную угрозу? Потому что мы постоянно слышим, что где-то Китай на первое место вышел, есть Иран, есть, естественно, Северная Корея, Российская Федерация. Все-таки вот в риторике, насколько серьезно они воспринимают БРИКС, я имею в виду, ну, эстеблишмент американский, отвечающий за внешнеполитические вот эти направления, может быть, эстеблишмент, который отвечает за латиноамериканское направление, или же пока это все отдельные страны? Или вот БРИКС, вот кто-то из специалистов высказывает, что БРИКС является действительно угрозой в экономическом и естественном вопросах безопасности. Насколько вот этот вопрос остро у них ставится? И так формулируется, как я сказал. Значит, ну, вопрос, связанный с взглядом Соединенных Штатов на БРИКС, он, конечно, абсолютно справедлив. Вот, что хочется в этой связи сказать? Ну, во-первых, мы говорим о том, что БРИКС — структура, которая прошла достаточно длительную эволюцию. Все-таки 2006 год — это, ну, без малого, 20 лет развития. Вот. И, конечно, вот за этот период времени понимание Соединенными Штатами того, что из себя представляет данная организация, она очень сильно изменялась. Эволюционировала даже, я бы сказал. Потому что, если мы возьмем, например, период где-то с 2006, ну, наверное, до 2010 года, вот так вот, может быть, даже до 2012, первые шесть лет, да? Ну, практически, если мы посмотрим на мнение и первых лиц Соединенных Штатов, и на социологические опросы, которые американцы очень любят проводить различные там, ну, и можно, там, я не знаю, взять научное сообщество, да, так сказать, политологи, да, ветущие американские, да, то они, честно говоря, на БРИКС никакого внимания не обращали. Для них эта структура, ну, являлась одной из многих, которые провозглашаются, создаются, распускаются, переформироваются. Вот. Ну, можно сказать так, что это была определенная недооценка того, что произошло. То есть они не оценили потенциал этой структуры на начальном этапе. И вот если мы даже посмотрим на количество публикаций, да, которые были в американской прессе, посвященных БРИКС, или, например, научных исследований, посвященных БРИКС, или даже высказываний лидеров относительно этой структуры, то их очень мало, вот на этом отрезке времени, с 2006 по 2010-2012 год. Вот. Но если мы посмотрим дальнейший ход событий, да, то мы видим, что чем активнее проявляет себя БРИКС, чем больше стран заявляют о своем желании участвовать в этой структуре, чем больше проектов реализуются в рамках БРИКС, тем больше напряженность вызывает эту структуру в Соединенных Штатах Америки. Вот. Поэтому, например, количество публикаций, количество, ну, скажем так, аналитических выступлений, ну, например, приходящихся на 2015-2022 год, вот на этот период времени, их уже существенно больше. существенно больше, и там смысл американских исследований состоит в том, чтобы понять, а как же так получилось, да, вроде одна из многих структур, возникших, да, но ее авторитет очень быстро набирается, да, и создается определенный такой фактор риска для Соединенных Штатов. Вот. Это удивительно, да, потому что вот уже вот через 10 лет функционирования этой организации уже у Соединенных Штатов был определенный такой, если не испуг, то определенная напряженность. Вот. Что беспокоит в первую очередь? Ну, конечно, беспокоит то, что в состав этой организации вошли, по крайней мере, три государства, которые очень беспокоят Соединенные Штаты, ну, во-первых, это Российская Федерация, да, с которой очень сложная система сегодняшних отношений, да, во-вторых, это КНР, Китайская Народная Республика, ну, которую Соединенные Штаты прям текстом называют главной угрозой для экономики, для политического влияния США, это во всех стратегиях национальной безопасности прописано. Ну, и вот мы уже упоминали сегодня Бразилия. Бразилия — это, в принципе, государство американской зоны влияния, как сами американцы считают, и оно тоже, эта структура там находится. Вот. Поэтому вот эта ситуация, она, конечно, очень беспокоит американцев, но, мне кажется, все-таки самый такой уже пиковый вариант, он наблюдается вот где-то последние года три-четыре, потому что мы видим сегодня просто всплеск публикаций, относящихся к БРИКС. Вот. Особенно вот это было связано с тем, что вот на саммите БРИКС в Южной Африке целый ряд государств заявил о своем намерении участвовать в этой структуре, произошло расширение. И вот тут, конечно, наверное, для американцев уже действительно ситуация такая стала явно опасной. Поэтому сегодня действительно, если почитать выступление советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Солеймана, то там вот прямо несколько ярких таких оценочных моментов, что Соединенным Штатам нужно внимательно следить за этой структурой, что эта структура снижает авторитет Соединенных Штатов, и что, конечно, нужно предпринимать действия, которые будут позволять нейтрализовать вот эти негативные для американского влияния процессы, за счет предложения каких-то иных альтернативных схем взаимодействия, ну и, естественно, при участии США. Роман Владимирович, говоря об африканском континенте, как обстоят дела, и, соответственно, какие вы видите перспективы, особенно в контексте нашей темы глобального юга, и особенно к тому, что значительная часть мирового сообщества, она поворачивается, как говорят, лицом к Африке? — Ну, мы уже сегодня затрагивали проблему глобального юга, и вот если мы попытаемся посмотреть, где наиболее четко, ну, скажем так, проявляется вот эта проблема глобального юга, это, конечно, африканский континент, потому что, действительно, вот если мы подумаем о процессах, так сказать, завершения деколонизации, так сказать, третьей волны деколонизации, то, наверное, нигде это не является столь очевидным, необходимость, так сказать, как именно по странам Африки. Не по всем, конечно, но для значительной части это актуально. И если мы вот посмотрим на те аспекты сотрудничества, которые сегодня БРИКС, ну, скажем так, реализует на африканском континенте, то однозначно можно сказать следующее, что сегодня большинство проектов, которые реализует БРИКС, это, конечно, экономические проекты, вот, ну, к сожалению, для многих стран Африки сегодня главная насущная проблема – это экономика, это кризис во многом экономический, неразвитость многих моментов, вот, и, соответственно, без помощи извне, ну, африканцы, честно, многие африканские страны прямо заявляют, да, что без внешних поддержек, так сказать, они не выйдут из того тяжелого состояния, которое, ну, они исторически получили, да, в наследие, там, от 20 века еще, да, и более ранних периодов времени. Поэтому, вот, если мы посмотрим на проекты, которые БРИКС реализует, это, еще раз говорю, в основной массе это экономические проекты. Здесь, конечно, огромная роль принадлежит китайской народной республике, потому что, ну, наверное, процентов 70, если не больше, это, в основном, китайские проекты, вот, они многообразные, они связаны с предоставлением различного рода государственных кредитов африканским странам. Китайская народная республика работает на различных совместных проектах по природным ресурсам, вот, очень большие проекты реализуются в плане выстраивания инфраструктуры, дорог, связи, да, вот. Ну, мы, конечно, не всегда можем здесь сказать о том, что именно БРИКС участвует. Наверное, чаще мы встречаемся не с примерами именно участия БРИКС, а участие стран БРИКС в проектах, связанных с Африкой. Вот, наверное, будет точнее. Но, в принципе, два этих понятия вполне совместимы, потому что, если на каком-то этапе это могли быть проекты, ну, просто, например, китайско-африканские, да, то уже на нынешнем этапе развития БРИКС это могут быть расширенные проекты с привлечением других стран, там, например, Российская Федерация. То есть, практика, так сказать, сотрудничества экономического в Африке за счет БРИКС, она расширяется, безусловно. Вот, это, что касается экономических возможностей. Что касается политических возможностей, то здесь, конечно, Африка, помимо того, что это регион, ну, так сказать, с определенными кризисными моментами в экономике, это еще и регион, который сопряжен с различного рода проблемами в сфере безопасности. Вот, мы видим тут и гражданские войны, и различного рода конфликты. Вот, и если вот мы посмотрим, да, на то, как в последнее время решались вот эти проблемы, именно в сфере безопасности, то мы, опять же, увидим присутствие стран БРИКС, вот, и мы видим инициативы страны БРИКС, направленные на стабилизацию безопасности в африканском регионе. Но, опять же, если чисто количественно определять инициативы в сфере безопасности и инициативы в сфере финансовой экономики, то, примитивно к африканскому континенту, конечно, финансо-экономические мероприятия, они более масштабны, более развиты, нежели вот инициативы, связанные именно с проблемой безопасности. Потому что, все-таки, как мы уже с вами ранее говорили, БРИКС в своих первоначальных идеях, она была, все-таки, в большей степени моделью для экономического взаимодействия, нежели для сотрудничества в сфере безопасности. Только сейчас эти проблемы начинают более весомыми становиться. Как вообще вы смотрите на процесс дальнейшей институализации БРИКС? Насколько может быть выработана одна позиция по тому же глобальному югу? Или же все-таки мы будем наблюдать точечные решения отношений конкретных стран африканских? И это будет попытка инкорпорировать их в организацию и дальше выстраивать взаимоотношения, как вам кажется? В моем представлении процессы институализации, они в двух ипостасях могут развиваться. Первый процесс, он, очевидно, происходит на наших с вами глазах. И тут я уже сказал сегодня, саммит БРИКС в Южной Африке. Это количество, рост числа участников, которые хотят сотрудничать с БРИКС и хотят принимать участие в различных инициативах. Сегодня заявляется о том, что в различных инициативах БРИКС задействовано, если я не ошибаюсь, около 40 стран. То есть количество стран, увлеченных в проекты, очень существенно. Далеко. Да. Это первый момент. Вот это первый аспект институализации. Я думаю, что здесь все будет достаточно понятно. Если будут результаты практической деятельности, число заинтересованных участников будет увеличиваться. Есть такое понятие, как эффект домино. То есть если есть какие-то примеры, выгодные для сотрудничества, количество тех, кто вовлечен в эти проекты, оно резко возрастает. И наоборот. То есть если инициативы не завершаются успешно, значит будет обратная тенденция, значит будет рушиться партнерство. Но пока мы видим, что у БРИКС все начинания достаточно такие качественные, сопряженные с результатами конкретной деятельности. Поэтому институализация за счет количества новых участников, в том числе из стран Африки, она будет возрастать. Вот это первый аспект. Второй аспект институализации, с моей точки зрения, это, если можем так сказать, профильная направленность, диверсификация деятельности. И вот здесь тоже, конечно, возникает вопрос, какие направления сотрудничества новые могут возникать. Если мы берем изначальную модель сотрудничества как финансо-экономическую, то она сегодня уже есть. Она уже разработана. И степень институционального сотрудничества в рамках экономики и финансового, она многообразна. Вплоть до появления совместной валюты. Просматривается. Такая возможность формирования общей банковской системы. То есть это же не институционализация, но финансово-экономическая. Если мы говорим о продолжении вот этого процесса институционализации, то, конечно, в связи с тем, что сегодня все чаще и чаще БРИКС работает с проблемами безопасности, наверное, опрашивается идея формирования структур, связанных с поддержанием безопасности на какой-то регулярной основе. Я пока не видел инициатив, связанных с формированием миротворческих сил БРИКС или еще что-то такого. То есть пока эти темы не затрагиваются и не обсуждаются. Но кто может сказать, что они не появятся в ближайшей перспективе? Это тоже будет пример. Для этого встречаются? Да, то есть вполне возможно. Мы же такие примеры, собственно говоря, видели. Опять же, евразийское пространство возьмем. Была структура СНГ. Сегодня от этой структуры отделились и превратились в самостоятельные организации. ОДКБ, структура, отвечающая за безопасность, например. Евразийский союз, структура, отвечающая за экономический союз, отвечающая за экономический союз. То есть, наверное, таким образом будет протекать процесс и в БРИКС, при условии, что ее деятельность будет эффективна. Вот главный критерий эффективности. Чем эффективнее, тем больше степени структура. Роман Владимирович, наблюдая за Азиатско-Тихоокеанским регионом, какие процессы там происходят, которые могли бы сказать о том, что БРИКС развивается в этой части? Ну, Азиатско-Тихоокеанский регион достаточно сложный. Там сосредоточены страны с различными потенциалами и различными политическими моделями. Ведь он уже еще в какой-то степени похож на то, как на него смотрят схоже с Латинской Америки, Соединенные Штаты Америки. Он имеет свою специфику, но он после окончания Второй мировой войны стал в фокусе Соединенных Штатов Америки. Поэтому как там обстоятельства? Соглашусь с вами, действительно, Тихоокеанский регион или Большой регион Юго-Восточной Азии, там действительно американцы тоже считают себя вправе чувствовать себя хозяевами. Может быть, это не столь очевидно, как на примере Южной Латинской Америки, где еще раз говорю, существует доктрина Монро. Вот здесь скорее они ориентируются на результаты, которые были достигнуты после Второй мировой войны. Ну, действительно, война на Тихом океане, она была с непосредственным участием Соединенных Штатов. Вот там долгие годы оккупации Японии, ну и так далее, и так далее. То есть мы эти все примеры понимаем. Вот. Что сегодня мы в этом регионе видим? Мы в этом регионе видим целый ряд государств, которые, ну, ориентированные на западную модель развития. Вот. Я уж тут не беру на, там, пример, связанный с Австралией. Там это, ну, понятно, да, то есть это часть западного, так сказать, мира, и тут их, ну, никак не убрать, да. Вот. Но если мы возьмем, опять же, экономики стран Юго-Восточной Азии, то, опять же, это какие экономики? Экономики, которые по своему характеру являются капиталистическими. Выдернуть их из системы общего капиталистического развития практически невозможно. Они все равно там связаны, ну, различными транснациональными обязательствами, там, пакетами каких-то перспектив сотрудничества и так далее. Вот. Но, все-таки, даже несмотря на то, что вот эти страны Юго-Восточной Азии, например, они традиционно сформировались как капиталистические страны, и их первоначальное сотрудничество было ориентировано на Запад, сегодня они также понимают необходимость диверсификации сотрудничества, и они прекрасно понимают, что если они будут занимать исключительно западный вектор, так сказать, взаимодействия, то, наверное, их экономика не будет столь эффективной. Для того, чтобы преодолеть это, исключительно западный вектор, им нужно вовлекаться в процессы сотрудничества с другими структурами, скажем так, альтернативными Западу, да, в частности БРИКС, вот, и вот, действительно, здесь для них участие Китая в БРИКС очень важно, потому что весь этот регион так или иначе входит в зону влияния Китая, вот, китайская экономика наращивает обороты в этом регионе, и в экономическом, финансовом смысле, но я думаю, что с точки зрения безопасности они там тоже очень активно сегодня себя позиционируют, и поэтому, действительно, еще раз говорю, вот этот регион Тихоокеанский, Юго-Восточная Азия, они медленно-медленно, но тоже вовлекаются в орбиту сотрудничества со странами БРИКС, вот. К чему это приведет в ближайшие перспективы, ну, достаточно трудно сказать, потому что, опять же, если мы возьмем деятельность США в этом регионе, то она явно направлена на то, чтобы вектор США укрепился. Вот создание, например, АУКУС, военно-политического союза в этом регионе, в Тихоокеанском, это как раз яркое подтверждение тому, что американцы очень не хотят, чтобы этот регион уходил из зоны их влияния. Ну, собственно говоря, создан для сдержки Китая, да? Да, естественно. И поэтому, вот, какие здесь будут, так сказать, факторы срабатывать, до конца не ясно. Поэтому, вот, тренд Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, это тренд достаточно сложный. Вот, нужно понимать, что здесь сегодня очень большие экономические возможности, огромное количество капиталов сосредоточено. Вот, но кроме этого, здесь, конечно, и военно-политические аспекты возникают. Вот мы про АУКУС говорим, про влияние Китайской народной республики в этом регионе. Поэтому здесь будут очень большие подвижки в ближайшее время. Вот, Китай, конечно, этот регион никому не уступит, это нужно четко понимать. Вот, сегодня Россия оценивает риски в этом регионе как высокие, там и вплоть до ядерной угрозы может существовать. Поэтому поддержание безопасности ядерной в этом регионе сегодня становится очень актуальным. И, я думаю, что действительно этот регион очень сложный. Вообще, нужно понимать, что мы сегодня живем в новой эре. Вот, если раньше мы жили в Атлантическую эпоху, да, то сегодня мы живем уже в Тихоокеанскую эпоху. Да, и вот эти вот основные процессы уже не в Атлантике протекают, а в большей степени вот в этой зоне Тихоокеанской. И поэтому, что здесь будет происходить в ближайшей перспективе, то, наверное, во многом и определит вектор общемирового развития. Ну, для БРИКС в плане расширения почва более такая сложная, чем мы берем Африку или Латинскую Америку. Или более специфическая в связи с тем, что, ну, военно-политические вопросы безопасности там острее стоят на сегодняшний момент, чем в других регионах, наверное. Ну, если говорить именно об расширении участия стран в БРИКС, да, то все-таки в моем понимании, конечно, расширение за счет стран Африки и Латинской Южной Америки, оно более вероятное. Это моя точка зрения. Возможно, специалисты по Юго-Восточной Азии, кто более глубоко, так сказать, разбирается во внутренних процессах, которые здесь происходят, ведут какие-то корректировки за счет более глубокого обладания информацией. Но вот с моей точки зрения, все-таки здесь процессы будут идти более сложно, более сложно. Вот здесь нужно понимать, да, что вот именно в этом регионе наиболее ярко сталкиваются две такие, ну, ведущие, так сказать, силы, да, это интересы Китайской Народной Республики и интересы Соединенных Штатов Америки. Вот поэтому вот здесь они пересекаются наиболее остро, на мой взгляд. Вот. Почему я еще раз говорю, что не в Африке ведь военно-политический союз создан, да, и не в Латинской Америке, а именно в Тихоокеанском регионе. Значит, это о чем-то свидетельствует. Значит, где-то там американцы чувствуют, что, видимо, уходит у них из рук контроль над ситуацией. Поэтому стремятся его закрепить через дополнительный новый механизм. Ну, вот вы, как американец, тоже как бы видите, что именно через вопросы безопасности они давят на те государства, которые находятся в регионе. И та же самая Австралия, у которой, ну, неплохие взаимоотношения в экономическом плане с китайцами, им приходится, ну, после вот этой апелляции к безопасности, немножко пересматривать, да, получается, свои взгляды. Ну, а с другой стороны, Австралия, она в любом случае всегда в фокусе, она является Западом, в фокусе Соединенных Штатов Америки. Вот, Роман Владимирович, скажите, пожалуйста, Китай, можно назвать Китаем на сегодняшний момент, ну, таким явным и основным бенефициаром БРИКС? Деятельности БРИКС? Или просто у него уникальное положение, которое со временем может измениться? Ну, понимаете, тут вопрос состоит в том, что мы понимаем под термином бенефиции. Если мы понимаем под словом бенефиции именно экономические возможности, то, конечно, из всех участников БРИКС у Китая не самые масштабные. Вот, финансовые потоки, различные экономические проекты, ну, Китаю, конечно, реализовывать гораздо проще, чем любому другому участнику БРИКС. Вот, если под этим аспектом мы понимаем понятие бенефиции. Если мы вопрос о бенефициях расширяем до понятия, ну, скажем так, концептуального осмысления процессов сотрудничества, то здесь, на мой взгляд, инициатива все-таки находится у Российской Федерации, потому что первеначальная инициатива по созданию БРИКС, теоретические, так сказать, основы, это российские, на мой взгляд, основы. Вот, если мы посмотрим процессы, вот, эволюции БРИКС, то на большинстве саммитов наиболее яркие инициативы, которые предлагались, они предлагались именно российской стороной. Вот, это, опять же, вот, можно просто по документам посмотреть, то есть, какие инициативы предлагались. Ну, Россия даже как месторасположение, так сказать, проведения саммитов у нас, ну, достаточно часто встречается. Это говорит об определенном влиянии России, именно как важнейшего участника, важнейшего деятеля в БРИКС. Поэтому, с моей точки зрения, именно концептуальная модель, разработка перспектив развития, она во многом зависит от того, какие инициативы будут исходить от Российской Федерации. И это тоже элемент бенефиции. Вот, так что, наверное, так. Ну, и плюс военный аспект. Это Российская Федерация государства с ядерным потенциалом, вот, и если мы, вот, опять же, берем регионы, да, например, тот же самый, вот, Тихоокеанский регион, если там будет возрастать экономическое, если там будет возрастать военное присутствие США, США тоже ядерная держава, да, Россия тоже Тихоокеанское государство, и тоже с ядерным оружием. И здесь, опять же, как вот, то есть, без участия России процесс баланса невозможен. Все равно, так или иначе, Россия будет здесь важнейшим бенефициаром, наряду с Китаем. Ну, и финальный вопрос, Роман Владимирович, хотя он вытекает из всего того, о чем мы сегодня говорили, как вы видите перспективы прогрессирования БРИКС в будущем, и какие, может быть, проблемы будут, с которыми придется сталкиваться организация и решать, соответственно? Ну, вообще, вопрос перспектив для меня, он всегда очень туманен. Вот, вообще, я категорически противник строить прогнозы в системе международных отношений, потому что все прогнозы, которые были высказаны там в конце 20-го века, они оправдались только в маленькой толике. Вот, от этих прогнозов. Никто спрогнозировать ситуацию, даже самые крупные специалисты по международным отношениям, по политическим вопросам, они не могли. То есть, можно почитать вот анализ, который делался в конце 20-го века с перспективой на 21-й век. Все анализы оказались очень в малом соответствии с реальностью. Вот, реальность оказалась другой. Вот, поэтому я противник прогнозов. Но некоторые тенденции можно просчитать. Ну, во-первых, значит, первая безусловная тенденция, мы уже сегодня говорили об институциализации, я думаю, количество участников БРИКС будет увеличиваться. Этот процесс будет идти, вот, еще раз говорю, это во многом будет связано с тем, насколько будут эффективные механизмы в рамках БРИКС, но думаю, что количество участников будет расти. Это вот первая объективная точка зрения, она, собственно, подтверждается решениями последних саммитов. Второй момент, который, наверное, будет объективно развиваться, мы тоже сегодня упоминали, это то, что, скорее всего, БРИКС, ориентируясь на вызовы современных международных отношений, все больше и больше будет участвовать в процессах, связанных с проблемой безопасности. Это неизбежно, потому что, если БРИКС не будет реагировать на угрозы в этой сфере, то тогда ее влияние будет снижаться. И, напротив, если она будет реагировать эффективно и будет предлагать инициативы по решению конкретных проблем в своей безопасности, она свой авторитет будет повышать. То есть, вот это тоже, безусловно, тенденция, которая будет протекать. Далее, какая еще здесь тенденция может быть? Ну, наверное, на каком-то этапе будет решаться вопрос о углублении партнерства, то есть создании каких-то наднациональных структур управления. Потому что любая международная организация, любое международное сообщество, доходя до определенной высокой степени сотрудничества, задумывается о том, а нужен ли нам, например, общий устав. А нужны ли нам какие-то структуры совместного управления. А что там будет внутри? Да, то есть, как мы будем дальше руководиться, какими, чьими решениями. Вот это тоже, наверное, тоже в рамках БРИКС можно увидеть на какую-то перспективу. Такая вот, скажем так, устав, органы управления. Это, скорее всего, может быть. Ну и, наверное, последняя тенденция, которая, с моей точки зрения, она неизбежна, это просто диверсификация деятельности. Потому что, ну, сегодня и мировая политика, и международные отношения, они настолько многообразные, настолько имеют разные выражения в сфере актуальных проблем, да, что, вот, ну, как бы взять за основу классику жанра, да, там, условно говоря, сотрудничество в сфере экономики, в сфере политики военной, да, там, и культура. Да, вот, вот, искать, вот мы только третий сегмент реализуем, и все, и дальше ничего. Так не получится. Потому что возникнут проблемы, связанные с информационной сферой, и с проблемами экологии, еще что-то, еще что-то. И, то есть, вот эта диверсификация деятельности, БРИКС, она, конечно, будет увеличиваться, нарастать. Какие новые направления, ну, еще раз говорю, все зависит от вызовов. Какие будут вызовы, на то и будет реагировать эта организация. Вот, наверное, так будет перспективно. Ну, международные отношения усложняются, и усложняются типы взаимодействия государств в рамках этих международных отношений. Безусловно, безусловно, и все-таки я думаю, даже, речь идет даже не о усложнении, я бы, наверное, другой термин применил. Здесь сегодня мы видим определенный хаос международных отношений, анархию, потому что нету порядочности. То есть, старая система биполярная, она рухнула, которая имела четкие правила, четкие критерии. Новая система, как таково, не возникла. Новых правил поведения нет на международной арене. И вот это состояние хаоса, оно, чем больше будет затягиваться, тем ситуация международных отношений будет более напряженной. Но в любом случае на каком-то этапе встанет вопрос о том, что нужно создать четкие, понятные правила игры. И как только они будут созданы, скорее всего, мы будем наблюдать период выравнивания, период нормализации мировой политики международных отношений. И будем надеяться, что Брикс сыграет в этом заметную роль. Безусловно. Вам, Роман Владимирович, огромное спасибо за очень интересный и глубокий разговор. Спасибо, Рустам Наримович, всегда рад. Уважаемые зрители, сегодня мы говорили на тему глобального юга и Брикс. В гостях у нас был кандидат исторических наук, доцент-кайфтор международных отношений мировой политики и дипломатии Казанского федерального университета Пеньковцев Роман Владимирович. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова